всем привет вы на канале королевство игрушек меня зовут Наташа я начинаю свой очередной вязовлог он о том что и я вяжу недовязы в этом месяце и конечно же новые игрушки вяжу еще и так заранее прошу прощения за свой голос потому что я немного простыла заболела но тем не менее понемножку вяжу вяжу и покажу вам сейчас одну у меня всего лишь одна готовая игрушка и процессы расскажу о планах итак начинаем у меня в готовых игрушках из готовых игрушек только вот такая вот единорожка я ее связала по своему мастер-классу он у меня есть на канале кто постоянно смотрит мои видео и знаю то есть о том что у меня есть такой мастер-класс но по такому мастер-классу у меня есть другая единорожка я сейчас вам покажу вот такая вот она они связаны абсолютно по одной схеме эти две единорожки но разными нитками это единорожка связана и залезы софти бэби плюс а это и лизе софти бэби то есть эта ниточка понятно что она толще поэтому игрушка получается больше связаны по одному описанию но вот такие размеры разные и получается у них разные глазки еще добавила разные цвета в криву здесь как вы видите грива связана с плюшевой пряжи у этой единорожки она уже связана из акрила я не люблю повторяться ну и тут вот весельки я как бы сделала вот эти вот завитушки некоторые покороче вот они и всего два цвета как вы видите в этой гриве у меня много цветов а здесь вот так получается только два цвета я не стала и рок у меня я сделала не желтым а сереньким цветом и так я сейчас скажу сколько сантиметров получилось это игрушка она у меня 20 сантиметров маленькая единорожка а большая единорожка которая побольше 25 вот такая вот разница в пряже но тем не менее я хотела связать единорожку связать ее плюшевой я не знала что она получится даже не выбирала цвета для кривы все как-то само собой получилось здесь у нее хвостик получился довольно маленький и грива также небольшая по сравнению с этой единорожкой глазки не такие выразительные как у первой единорожки потому что таких глазок у меня нет естественно такого большого размера я не могу на игрушку меньшим размером вставить поэтому вот такая но я и также сделала реснички вышила бровки и вышила ноздри цвета я немного поменяла здесь у меня нежный розовый а здесь уже такой сиреневый что ли сказать то наверное на сиреневый какому цвету ближе так вот они завитушки вот так они выглядят то есть не натыканы часто можно и часто но в общем как вижу так и вижу вот такая малышка теперь у меня есть в наличии плюшевая девонька которую я хотела связать и вот одна из игрушек точно уже готова это и получается у меня вот они вот такая разница в размерах обе они симпатичные я их даже окрестила что это мама с доченькой так что если кому-то интересно кто еще не вязал единорожку и она кому-то понравилось то переходите в плейлисты там в плейлистах мк игрушек и там есть вот такая то есть там есть видео про единорожку я рассказываю как вязать и под видео описание как ее связать вот так вот но очень даже миленькие девочки получились хорошенькие симпатичные вот и вот еще раз покажу криву она вот такая у меня разноцветная все несколько цветов здесь и хвост также всех по одному цвету но из-за того что плюша пряжевая и кстати завитушки здесь я вязала завитки в одну петлю 3 столбика с накидом а здесь завитушки я вязала 3 столбика без накида вот поэтому еще такая разница да обе мне кстати нравится даже мне хочется еще связать вот такую же нам нужно посмотреть если у нее если у меня в наличии вот такие вот глазки вот именно такие и я обязательно свяжу но думаю уже цвет выберу не белый у меня есть вот такой цвет наличии может быть таким свежим может быть нежно розовеньким вот так поменяю цвета в принципе я люблю единорожек и она довольно милая получилось поэтому хочется связать еще одну вот они девочки мои малышки их убираем сторону подвигаю и что я сейчас вижу это по процессам по процессам получается я все-таки хоть и болею но начала же вязать жирафом как вы знаете те кто ждет мастер-класс по жирафу вот этому у меня я его связала но описание не записывала и когда некоторые подписчицы решили захотели связать этого жирафика мне все-таки пришлось вязать 2 жирафа и я его вижу наконец-то я его скоро все-таки ну думаю через парочку дней я уже свяжу и будет готова сейчас я все записываю в первый раз вязала не записывала и добавлю вам конечно же описание поэтому жирафику под видео она будет на канале в онлайне мы его вязать не будем а я добавлю описание под видео на канал и так по жирафику по мк самое интересное что я вам хочу рассказать кто постоянно меня смотрит вы конечно же знаете что у меня в недовязок лежала голова от жирафа два или ну примерно приблизительно два года назад я ее связала в итоге я недавно связала ножки тело шею хвостик руки а вот голова у меня лежала то есть я вот так вот наобум подобрала ну по ходу вязания то есть получается я начала вязать примеряя голову и в итоге вот так у меня получился такой жираф жираф и тут я задумалась по какому если я начну вязать жирафа я абсолютно не помню как я вязала голову то есть и вязала я ее сама ли я придумала описание или я брала где-то мк а раньше еще два года назад я вязала по чужим мк находила их в интернете если мне что-то нравилось я вот вязала вот поэтому я задумалась и решила поискать зашла в интернет и знаете что я обнаружила я увидела жирафа ральфа оказывается я вязала эту голову по мк марии устюшкиной жираф ральф вот именно эту голову голова утяжки глаза рожки и ушки связано по мк анастасии устюшкиной я вспомнила да что я хотела связать этого жирафика но потом что-то меня отвлекло что-то я забыла по и забросилась вот так вот все получилось как попало что попало и в итоге понимаете какой винегрет то есть получается нижняя часть описание то моим к а верхняя часть это марии устюшкины это вообще я даже не знаю как тут быть я в растерянности то есть мастер-класс смешанный но я ни в коем случае не хочу присваивать себе чужой мастер-класс это неправильно ненормально и вообще недопустимо скажем так поэтому те кто просил у меня мк девочки пока я делаю мк на нижнюю часть тела вот я его сейчас вижу вы пожалуйста начиная если хотите начать вязать этого жирафа проходите мастер-класс бесплатный он есть в интернете свободном доступе и жираф ральф по мастер-классу марии устюшкины вот так вот я то есть не буду описание добавлять и конечно спасибо огромное марии устюшкины за это чудесное описание и вот так все происходит и может быть заранее прошу прощения что это все смешало если бы я заранее додумалась посмотреть то было бы все иначе теперь вышло вот именно так так что девочки описание головы не моё а вот эту вот часть а я буду да вижу я вижу стараюсь но сейчас пока болею отвлекаюсь немного поэтому кстати расскажу о пряжи вот вязала я смотрите вязала я из пехолки удачная цвет 12 желток здесь 100 граммах 250 метров это наверное а 50 процентов шерсть 50 процентов пан объемный получается вы можете выбрать нитки любые какие вам не ну понадобятся и не знаю как хотите я вот вижу именно из этой пряжи и аж 1 шанс я брала пряжу это и гнат джинс получается вот такой вот салатовый и яркий насыщенный оранжевый цвет но здесь на камеру конечно не передает все как есть и вот такие вот пожара по у меня новости думаю через пару дней как я уже сказала повторюсь я его добавлю ну закончу и добавлю так еще у меня один процесс получается смотрите это выглядит вот таким вот образом я как вы знаете хотела связать кота толстопузо белого я вязала двух котиков маленьких также есть и брата канали и я связала все таки двух котов и они уже конечно проданы и хотелось ведь себе связать такого же маленького беленького кота и в планах он у меня есть все это записано и в итоге что сегодня я задумала это я сегодня уже вязала что я задумала сегодня сегодня я решила все-таки связать начать вязать этого кота но вот хочу этого кота и пусть у меня несколько процессов так даже интереснее немного и я взяла нитки получается я вязала именно из этих не так вот из таких вязала и хотелось связать из-за этих из беленьких это ализе реальные ангура 40 так цвет 55 что тут у нас что 100 граммах 480 метров и так значит я взяла нитки и захотелось мне светает связать кота но гораздо большим размером поэтому я сейчас вижу этого котика уже две нити вот так получается это все выглядит я хочу кота побольше взяла сначала хотела связать чисто белого кота вязала 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 в итоге добавила мне в голову когда я довязала вот немножко не в голову пришла идея что лучше его сделать полосатый я взяла этот цвет уже другой и начала делать полоски вот так все у меня сложилось но я думаю будет не менее симпатичным то есть во первых я и хотела побольше размером кота связать и в итоге вот он у меня начинается уже как вы видите из-за того что нитка толще то есть в два раза конечно же тут толщина уже совершенно другая он вяжется гораздо быстрее ну получается по этой же схеме но он будет уже больше глазки я ему оставлю точно такие же как у предыдущего кота схема такая же но уже две нити и он у меня будет больше вот такие у меня изменения направления но беленького котика маленького я все равно тем не менее хочу связать он у меня так и останется в планах все как положено по моим планам что там получается у меня то что я связала всего лишь единорожку одну из моего блокнотика я только сделала плюсик на единорожку у меня еще ну да вот жирафик начал вязаться получается начал вязаться код но полосатый так что продвигается все понемножку потихоньку я даже ничего не добавляла я решила что я в свой блокнот пока ничего добавлять по планам не буду нужно вот связать именно то что у меня записано иначе я добавляю 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 и очень добавляю то есть быстрее чем вижу и получится что мне опять будет куча задуманного и половина не сделанного а мне это мне не хочется чтобы так было Поэтому в итоге получается, что вот такие вот у меня новости и дела Итак, я вам все рассказала Спасибо, что вы остаетесь со мной Спасибо, что ставите свои лайки Огромнейшее вам спасибо за комментарии, девочки Я всех очень сильно люблю Вы у меня самые лучшие Желаю всем отличного настроения, творческого вдохновения С вами была я, Наташа Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok